и так что-то вот в таком духе получилось типа поляна типа дерева и лесоруб с топором вот такая штука давайте попробуем теперь сделать какую-никакую анимацию так с чего начнем я сейчас наверно пока план отключу вот в такой вид переключимся так что тут есть в топор вставлена кость кости вставлены в персонажа и 4 кости вставлены в куски дерева которые должны потом вылететь так дерево убирать если давайте сделаем вот такой ствол пока прикроем и чтобы можно было хотя бы так вертеться крутится выбираем значит все косточки через shift вот эти косточки тоже и вот эту так смотрим чтобы ничего не забыть и заходим в пост мод теперь вот персонаж настроен по прошлым роликом inverse kinematic copy location на эту косточку на inverse kinematic стоит copy трансформация ссылки на ролики оставлю в описании и так нам нужно чтобы вот этот персонаж ударил сначала вот по первому вот этому по первой от этой части и эта часть ну или как-то вошла в эту часть чтобы зазор остался или хотя бы вылетела ну давайте пробовать что получится выбираем сначала кисть руки выбираем топор косточку и поставим персонажа g вот такую позу так раз и кисть как бы наверное чуть-чуть вот так вот перекрутим так смотрим чтобы кисть была нормальная g вот так вот и вот эту тоже g руку опустим так так это значит r можно перекрутить g как-то вот так подставить кисть еще немножко вниз вот таким образом ну и даже можно палец чуть-чуть поближе к руке так подставить так убираем смотрим так здесь я уже прижал взял топор типа в руку выбираем опять косточку кисти выбираем топор так и как-то наверное чуть-чуть чуть-чуть р подсогнем я сначала хотел чтобы он из-за спины топор доставал и потом бил и так это будет у нас первая поза таймлайн выдвигаем прописываем на первом кадре а и окрут так это значит g на первый кадр начинаем с первого кадра вот старт с первого по 250 50 пока так мотаем нам понадобится опять 5 10 кадр так теперь что у нас получается так делаем первую позу на пятом кадре теперь но может сначала даже наверно вздохнуть давайте выберем через шифт тут эти кости и на пятом кадре как бы так g руки немножко приподнимем и вот эти плечи так немножко g немного вот эту косточку вот так переведем и голову немножко немножко вниз как бы опустим пишем а и и вокруг вот раз уже подъем груди пошел ну смысле как бы дыхание вот теперь на десятом кадре на десятом кадре немного еще грудь эту выкручиваем и голову еще немного вниз как бы опускаем и можно наверно так еще так вот как бы руки чуть-чуть приподнять так где-то возможно пальцами можно немножко начать крутить слегка только двумя хватит как бы так а и о крот смотрим что у нас опять же получается вот он стоит и как бы дышит теперь на пятнадцатом кадре на пятнадцатом кадре давайте еще это дело больше закрепим вот эту часть где грудная клетка больше вывернем и голову еще больше подсогнем так теперь немного еще движение руки как бы в бок можно создать еще какие-то поют пальцем каким-то еще пошевелить и вот эту часть где топор давайте как бы он же к верху руку поднимает давайте как бы вот чуть-чуть припустим и как бы g вот так приподнимем и чуть-чуть подведем наверное так разведем в сторону так еще руку типа а и вот эту руку тоже чуть-чуть к себе поближе пишем а и локрот смотрим что получается вот такая сейчас поближе вам поставлю вот такая пошла движуха вы видите что как бы воздуха набирает в грудь и теперь на двадцатом кадре на двадцатом кадре потихоньку это все дело возвращаем как бы в первоначальную сторону первоначальный кадр значит эту кость теперь нагинаем голову немного немножко только поднимаем и плечи как бы g теперь вот чуть чуть пониже децел и руку немножко так вниз запоминаем какие пальцы вы если крутили то и палец как бы назад а эти пальцы чуть-чуть на двух кадрах будем назад выворачивать вот эти два пальца которые мы вывернули так вот так чуть-чуть и можно вот этот вот так еще раз пишем а и локрот так смотрим как он на двадцать пятом еще немножко все это дело как бы припустим вот так вот так вот так это не r мы g делал я так control z выбираем опять две вот эти кости g опускаем не забываем g руку и не забываем за топор вот как бы опускаем а вот так вот ну и опять же голова r выпрямляется так позвоночник немножко опускается и плак рот вот она идет такое у него как бы дыхание и заканчиваем все это дело на 20 давайте закончим не на 30 а на 27 попробуем на 27 все это дело закончить голову теперь выкручиваем что тут с пальцами пальцы выпрямляем здесь топором немножко приподнимем его вот так как бы и как бы в бок уведем вот так вот раз ну и эту кисть тоже можно немножко развернуть и как бы g вот так вот приподнять а и лок рот и так дыхание персонажа сделано вот что-то в таком духе теперь на 30 кадре нужно чтобы он уже начал свой размах для этого выбираем сначала так наверно выберем всего персонажа вот так левая кнопка мыши семерка мы его сразу и развернем вот так вот чтобы потом таз не крутить эту ногу g уведем как бы вдаль выбираем таз выбираем кисти рук и выбираем топор g вот так вот наклоняем все это дело r вперед выкручиваем голову r голова сюда пошла смотреть так эту руку g выводим вперед р кисть перекручиваем и немножко r как бы вот так вот так смотрим что тут получается и теперь вот этот топор вот этот и так и немножко его еще наверно r и немного g вот так смотрим куда у него опора идет на ногу можно эту ногу еще немножко побольше как бы вывернуть А эту ногу можно G вот так назад больше подсадить. Даже можно R попробовать ее вот так чуть-чуть выкрутить. И вот эту стопу R как бы подсагнуть. Ну где-то такая штука. Возможно потом еще вот это плечо можно будет подать вперед. Ну допустим как бы R что ли вот. Или уже туловищем перекрутиться. Вот не тазом. Семерка на нампаде. Вид сверху. А как бы вот так вот тазом. Ну в смысле центральной вот этой косточкой. Грудной. Так. И вот эту часть по-моему нужно еще как бы побольше скрутить. Вот так вот. Можно еще шеи поиграть. Вот так вот. Во. Пишем A и LockRot. Подключаем кости. Смотрим как он перейдет в это положение. Так. И по-моему нужно 30 кадр. G. Попробовать на 35 перевести. Чтобы он как бы помедленнее все это делая. Так вот. А теперь начинаем. 35 опять 40 кадр. И пойдем и поедем. Включаем видимость костей. Выбираем сразу 45 кадр. Так. Выбираем Косточку кисти руки. Выбираем теперь топор. И давайте сразу кадр один перескочим. Так. Раз. Делаем R. Теперь делаем R. Еще кисть перекручиваем. Где-то так. Теперь G. Еще немножко R. Вот так вот. И еще G. Ну что-то в таком духе получается. Теперь. Выбираем вот эти косточки. И вот эту. Центральную R. Вот. Типа идет замах. Немного сделаем движение. Значит как. Назад. Чуть-чуть как бы подается. И чуть-чуть приподнимается. Персонаж. Вот. И голова. Голова у него R. Выходит вот на такую позицию. Вот. Теперь немножко еще подкорректируем кисть руки и топора. Чтобы это все дело нормально тут стало. А то тут ломка началась. Вон кисть куда свалила. Так. Это вот. Многовато будет. G. Вот так выравниваем. И немножко наверное. Эту ключицу. Вот как бы. Кверху приподнимем. Во. Попробуем наверное G. Вот так. И R. Еще побольше ее отвести. Амплитуду дать. Вот что-то наверное. Вот в таком духе. Так. Как тут все смотрится. Так. Вот эта ключица должна R. Еще больше уйти. Вбок. Ну. Чтобы вот так красиво стоял. И теперь пишем A и локрот. Теперь нам нужно прописать сороковой кадр. Вот здесь. Пишем A и локрот. Чтобы он сам появился. Вот можно вот этот тридцать девятый выбрать. Вот этот кадр тридцать девятый. Можно его сюда будет подставить. Заместо сорокового. Ну. Поменять. Так. Сорок пятый. Пятидесятый. Сейчас будем прописывать. Выбираем кисть руки. Выбираем топор. Переводим вот в эту фазу. И G. И R. Так. Вот так. И немножко, как бы, может, даже назад. Вот так. И вот так вот. При этом, когда рука вот так ушла, должна еще изменяться, как бы, поза. Вот давайте попробуем вот эту кость. Как бы R. Она за рукой идет. И эта рука, чтобы немного движения создала. Ну и голова, чтобы она же все-таки на теле тоже двинулась. Ну и немножко. Так. Наверное, вот эта нога. Пускай R. Станет на место. И G. Вот так. Так. Да. Чуть-чуть, чтобы изменила вот это расстояние между землей. Так. Ну и вот эту часть тоже пальцы чуть-чуть подвернем. А эту чуть-чуть, как бы, установим. Вот так вот. Тройка на нампаде. Чтобы видно было, нога стоит или не стоит на земле. Вот. Вот так вот. Теперь она стоит. И теперь персонаж, как бы, выровнялся, вытянулся. Да. И ставим A и LockRod. Выключаем видимость костей. И смотрим, что получается. Вот он стоит, вздыхает. Потом такая, как бы, замедленность. И потом вот раз он замахивается. Так. Вот здесь у меня уже косяк вот сразу виден. Так. Тридцать пятый кадр. Тройка на нампаде. Вот у меня нога. Вот эта. Должна стоять на земле. Пишу A и LockRod. Исправляю все это дело. На сороковом кадре тоже нога должна у меня стоять на уровне земли. А и LockRod. Сорок пятый. Такая же песня. А и LockRod. Ну а теперь должно быть все нормально. Замах идет. Замах идет. Все нормально. Так. Пятьдесят пятый теперь давайте пробовать. Так. На пятидесятом кадре. На пятидесятом кадре. Я что еще не учел. Так. Сорок пятый. Вот он идет. Замах. И вот эта кость. R. Должна немножко, как бы, тоже уходить сюда. Вот таз именно опору должен принимать на какую-то. На левую ногу. Вот это вот. Так. Переписываем. A и LockRod. И на пятидесятом кадре, где вот идет замах. Так. Это вот так он стоит. Мы вот эту тазовую кость. Тазовую. R. Должны увести аж вот сюда. Вот так. Так. А вот эта нога. G. Должна, как бы, еще уйти в эту сторону. К этой ноге поближе. Так. Что-то в таком духе. Эта рука G. Возможно, даже как-то вот так должна быть. И как бы, наверное, вот так и вот так вот. Во, вот теперь верю. А, и LockRod. Все это дело мы переписали. Теперь на пятьдесят пятом кадре. Что должно произойти. Как бы осознание от просветления, да? Он должен вот этот топор, ну, как бы перекрутить. Вот так вот. Не знаю, как это выявить. Во. Вот так. Рука должна немножко, как бы, G припуститься. Ну, вот так что-то. А, и LockRod. Смотрим, что получается. Вот все. Пошел замах. Залом именно руки. Тут надо еще будет где-то подправлять. На шестидесятом кадре теперь идет выпад. Так. Вот кость выбираем. Вот эту косточку. И кость вот этого топора. Так. R. G. Эта рука идет вперед. Ого, я ее оттянул. Так. Перекручивается рука с топором. Вот так вот. И получается что-то вот в эту сторону должен быть направлен топор. Вот как-то так. Теперь нужно к этим костям добавить вот эту тазовую кость через shift. Для чего? Для того, чтобы мы это дело, семерка на нампаде. R. Будем теперь перекручивать. И G. Уводить вперед. Вот еще больше нужно перекрутить. Опора идет на левую ногу. Так. Что еще мы тут крутили? Теперь это чуть-чуть сюда. G. Вот так вот упор идет. Выбираем только кисть. Выбираем только топор. И R. Так. Ctrl Z. Не ту косточку выбрал. Вот так вот. И теперь главное эту позу нормально поймать. Если не получается поймать позу вот на каком-то моменте. Где-то вы много костей покрутили. Вот допустим ключицу забыли там вывернуть. Еще что-то. То у вас всегда должен быть первый кадр. В свободной позе. Ну как в расслабленной. Чтобы вы потом могли его подставить. Вот если сейчас первый кадр скопировать. И можно его на 60-ый поставить. И сделать уже нормальную позу. Давайте я сразу наверное и покажу. Копируем первый кадр. Это Shift D. Так. Пардон. Shift D. И подставляем вот на 60-ый кадр. Вот так вот. G. Так. Те позы у нас вот. Кадры прописаны у нас. А вот теперь мы должны вернуться на 60-ый. Почему не получается. Первый же есть. Значит здесь мы этот. Delete. A-frame. Вставим на первый кадр. Выбираем его. Shift D. И пробуем его подставить опять на 60-ый. Угу. Вот тебе здравствуйте. Сделаем так. A и Lock Rode. Пропишем. Перепишем опять первый кадр. Так. 60-ый. Delete. Кейфрейм. И теперь получается Shift D. Вот. Вот теперь. Заработало. Так. G на 60-ый. Сейчас что произошло. Я когда этот кадр первый писал. Я писал его на нулевом. А потом просто перенес на первый кадр. Ну перескочил ползунок. Это мышка. И получается перепрописан то он на нулевом. Поэтому он не отобразился на 60-ом. Вам надо его на первом кадре переписать. Или на каком-то. И вернуть вот. Перенести туда куда вам надо. Так. Таймлайн. Передвигается. Shift. Зажатое колесико. Или просто колесико. Вот можно. Так. Так. Теперь нам нужна поза удара. Минус. В чем может быть. Если вы далеко ушли. Там вправо. Влево. Назад. То вот эту ногу. Или позу вот эту. Подгоняйте именно под то место. Где находится ваш персонаж. Берете это G. Английское. И уводите допустим назад. Чуть вбок. Перепрописываете. Подлавливаете там. Как нибудь. Так. Теперь нам эту позу нужно. Так. Что такое. Ага. Ctrl Z. Нужно выбрать только кости персонажа. R. Так. Опять туплю. Ctrl Z. Семерка на нампаде. Чтобы его не перекручивало. Опять выбираем косточки. Жмем R. Вот так как-то. Ну и нужно его теперь опять ставить в энту позу замаха. И здесь получается, что можно не поймать вот эти вот места. Ну постараюсь. Так. Теперь. Вот эту косточку выбираем. Косточку топора. Теперь получается вот эта штукенция. G. R. Тут еще R перекручиваем. И немножко G кверху поднимаем. Ну чтоб кисть опять же не на изломе была. Вот так как-то. Перепропишем пока A и LogRot. Смотрим. Вот вы видите, что уже не совпадает вот эта вот часть у нас. Здесь нужно потом будет вот эти кадры. Пять кадров. Именно перепрописывать. Ну что-то в таком духе. Ну это мы подправим. Не беда. Так. Или еще какой есть способ. Смотрите. Delete keyframe. 60 кадр мы убираем. И получается, что тут произошло. Первая прописка, когда прошла, то будет уже вот он косяк вот такой вот. Так. Ctrl Z. Ctrl Z. Так. Попробуем вот это все дело удалить. Delete. Не удаляется. Значит вот так. Delete keyframe. И вот возврат в первоначальную позу нажимаете. Допустим. И вот. Clean keyframes. Вы можете вернуться в исходную его позу. Так. Вот этот мы теперь delete keyframe. И можем теперь перепрописывать 60 кадр. Так. Попробуем его вернуть в первоначальное состояние. Так. Вот так. Теперь вспоминаем все косточки, которые двигались. И теперь R, G. И еще больше нужно семерка на нампаде таз перекрутить. Вот так вот. Смотрим, как теперь тут стоят ноги. Так. Это я маху дал. Вот так. Вот эту теперь часть крутим. Вот с этими костями. Так. Семерка на нампаде. R. Во. Во. Голову вертаем R. Как семерка на нампаде. Голову R. Как бы. Вот так. Руку теперь G. Вот так. Кверху и R немножко припустить. И вся загвоздка теперь вот в этой руке. Ее нужно с топором в правильную позу поставить. Так. R. Сначала мы ее делаем G. Она более-менее выравнивается. R. Теперь ее перекручиваем. И G. Как бы вот. В такое положение. Вот. Выравниваем. И замах идет как бы вот так. Вот эта кость. R. Назад. А выкручивается именно вот эти кости. Так. R. Вот так. Эта косточка теперь вытягивает все кости. Вот эти кости теперь нужно вытянуть как бы на уклон. R. Вот так. G. R. G. G немножко вот так вот убираем. Ну вот что-то в таком духе. Пишем A и локрот. Потом если что будем уже переделывать. Вот 55. Здесь вот на 57 началась геморрой. Вот здесь нужно будет тоже все это дело перепрописывать. Поправлять. Бывает такая штука. Потому что перекручиваются часто. Вот эти вот. Фиговины. Так. Получается R. Нужно вернуть кисть в изначальное состояние. R. Большой перелом получился. Вот кисть вы видите, что перекрутилась. И теперь рука не знает, где у нее. Ну в смысле изначальная кость вот эта позиция. Так. Вот аж локоть как перекрутился. Это такого нельзя делать. Если мы сейчас в локоть R. То кисть у нас перекручивается не в ту сторону. Вот мы ее должны. Вот так. И вот так вот перекрутить. Так. А вот здесь у нас получается что? Ключица. Которую мы по-моему не довертели. Вот теперь она уходит как бы вперед G. И теперь вот топор трогать нельзя. Он уже вроде перепрописан. Если мы его сейчас тронем, то будет великая кака. И вот что у нас тут выходит. Локоть не... Кость не поймет где она... Где у нее локоть. Во! И надо это все дело ей теперь показывать. Ну ладно. Этим займемся потом. Сейчас пока... Чтобы время не тратить, надо ударить по дереву. А потом исправлять все косяки. Так. На 65-м кадре он должен уже бить. Это получается... Мы ему делаем выпад вперед и перекрутка тела. Получается... Выбираем таз. Выбираем кость руки. Выбираем топор и вот эту кисть тоже. И получается так. Тройка на нампаде. Жмем R. Жмем G. Делаем перекрутку. Семерка на нампаде. Вот так вот. Нога уходит чуть-чуть вперед. Так, тройка на нампаде. Где тут нога? Во! Ну, что-то в таком духе. Вот так как-то. Эта рука чуть-чуть пониже, наверное, теперь должна уйти. Вот таким вот образом. И вот эта часть, вот с этими всеми костями, руки, топора должна обрушиться на вот этот весь кусок. Так, это получается G. Так. Угу. Семерка на нампаде. R перекручиваем еще. Теперь перекручивается нога. Вот эта часть, R, уходит к топору, наклон. Вот так вот. И получается голова, семерка на нампаде, должна все-таки смотреть, куда бьет топор. Вот так вот. А это вот, эта вот часть с топором должна G и R воткнуться вот в эту штукенцию. так, так, G вот так как-то. Так, таз G вперед подаем вот к этой ноге. Так, G вот так. и ключица R уходит сюда. Голова еще больше, наверное, R наклоняется, и вот эта часть ближе подается ближе подается к этому, в эту сторону. Так, вот происходит удар, да? Так, теперь нужно еще поближе подвести G и как бы в пень вкрутить его. Вот так вот. И вот эта часть должна уже как бы вылететь. G G и R. Ну, так это начать свой выход из дерева. А, и локрот. Так. Ну, смотрим, вот сейчас, что получается-то. так, где у нас ствол дерева? Вот он. Вздыхаем. Размах. Получается, рановато здесь вот это вылазить начинает. Сначала идет удар. Так, это у нас значит G R G Вот просто должна появиться трещина. Вот так. И немножко R вот как зазор. Во. А, и локрот. Вот. Так, пардонте. Трещины не должно быть. Вот эту значит G R ставим назад. Вот так. А, и локрот. И теперь на 70-м кадре вот теперь должна появиться R вот эта трещина. И как бы R может даже перекрутиться. Ну, вот этот персонаж, вот этот персонаж тоже немножко должен как-то дернуться. Так, ствол дерева пока отключу. Так. Ну, как бы резонанс от удара поймать, что ли. вот так вот. А, и локрот. И получается, что вот, правильно. Здесь он попадает и трещина. И он как бы топор туда еще входит. Все нормально. и на 75-м. Ну, давайте на 80-м. Не, давайте тогда на 75-м все-таки. он должен взять и немножко ломануться назад. получается R G G G R G G G G G G G G G вот так вот. А, и локрот. локрот. Вот так вот. И вот эта часть может уже, наверное, одна как бы вылететь. G G R G G 3-ка на нампаде и падает на пол, как бы вот так вот. А, и локрот. Смотрим, что вообще тут получилось. так вот здесь вот теперь ногу надо чуть-чуть выкручивать так это значит нога g R и G как бы вот сюда R рука как бы сюда позвоночник как бы дергает ее топор и вот так смотрим тут по-моему я накосячил так это значит вылетает и на восьмидесятом он должен вот этот топор уже вернуть назад так где тут G и как бы он же устал удар нести и вот как бы топор теперь вниз и как бы G наверное вот так и расслабленно вот уходит вот так теперь персонаж должен встать более-менее в нормальную позу так семерка на ампаде а то я его тут уже поперекрутил как тузик грелку так вот теперь опора пошла на эту ногу так а эта нога у меня вообще жесть и вот так как бы выравнивается вот эту ногу нужно R перекрутить и как бы вот к этой ноге подтянуть вот так и таз раскрутить все так семерка на нампаде и вот так его вернуть в нормальную позу что-то я его тут вообще так поперегнул во теперь ключица в расслабуху уходит так что тут еще перекрутить надо я его могу так вот эту по моему косточку семерка на нампаде вот так еще надо вот так вот что-то вот эту ногу у меня перекрутила прям не по-детски так и эта нога и чё и чё и чё вот такого чё-то я тут вообще не пойму так ладно есть такое дело пробуем еще раз смотрим где у него как у него тело вообще стоит так опор идет на ногу перегнутая спина начнем со спины тогда вот эту кость выгибаем вперед так это уже на восьмидесятом кадре надо так эту выгибаем вперед голову подаем вперед руку подаем к телу ну вроде нормально так теперь что тут выбираем топор и g сначала r так g r вот так и хоп а как спецназ типа вот так вот так теперь r r g r почему нога у нее тут перекручивается на косточки добавить вот эти вот g тройка на нампаде так и что тот с этим топором нужно еще приблизительно сделать g опускаем вниз и r как бы перекручиваем g вот сюда и поднять надо персонажа так тройка на нампаде g вот так как то и 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 пока так запишем а и ократ а то у меня уже фантазии нет тут крутите его так замах удар отлет вот нужно еще топор подгадывать тоже вот как бы вот на 75 вы видите куда топор ушел здесь нужно уже немножко переписать этот кадр так чтобы топор хотя бы прямо в резьбу эту попадал засечку и а вот этот кадр косяковый так на каком он был косяк вот он нужно удалить 60 попробовать делить кейфрейм и посмотреть как восстановилась тут вот тут опять пошел косяк с рукой этот косяк откуда идет если мы сейчас попробуем 55 удалить делит кейфрейм так здесь уже нормально рука пошла удар вроде все нормально вот нужно переписать теперь 60 так попроще будет пустотопор здесь поближе ну а потом те кадры чуть-чуть подкорректировать теперь мы только руку корректируем почему пусть у нее сильный пошел излом тогда так выпрямляем кости видимость убираем и немного ее перекручиваем так вот и теперь g подставляем под топор р вот так и чтобы меньше ломки было давайте перепишем вот эту ключицу приподнимем и вот эту руку тоже угол побольше сделаем так ну вот как никак а в принципе чуть-чуть уже подкорректировали так и немного р вот так он еще держит вот так и пусть и будет а и локрот смотрим как все это дело исправилось так и нужно еще 55 переписывать так что у нас тут 55 видимость костей пока можно отключить ну конечно неестественно куда так она вся по перекрутилась с этим топором и получается локоть у нас теперь другое место гнется вот это она дала джазу так а из-за чего уж это все идет так ну ключица вроде на месте если ключицу приподнять джи чуть-чуть и отвести так вот и получается замах чтобы не ломалась должна должен был вот на таком идти размахе да ну давайте перепишем и топор так получится нет так если вот так вот выбрать и джи с топором увести вот вот теперь вроде как и подправилась чуть-чуть так и и вот так вот g а и локрот и посмотрим будет ли ломать дальше это дело все ты нет вроде нормально здесь вот тоже нужно чуть-чуть наверное выкид подальше его вести вот так как бы и вот эту часть наверное локоть на перекрутить во и локрот ну смотрим что все получается у нас тут так ствол дерева включаем план типа включаем и вот на таком как бы экране выбираем кости ставим 80 кадров ну и просмотр чуть-чуть в конце конечно неестественно но там уже запутался на наверно несколькими кадрами снимать ну что-то такое получилось надо над этим еще поработать все всем пока до свидания если кому понадобится этот файл я перешлю его